Тема уплаты налогов на собственность, имущественных налогов, достаточно актуальна. И хотя информирование населения происходит активно, вопросов у людей каждый год возникает немало. Те, кто уже не новички, продвинутые налогоплательщики уже начали этот процесс, поскольку вносить оплату за недвижимость и землю можно заранее, частями. Новоиспеченным налогоплательщикам следует иметь в виду некоторые нюансы, первые из которых – срок уплаты до 15 ноября, производится расчет на основании извещения. Физические лица производят уплату земельного налога и налога на недвижимость согласно извещению налогового органа. Данное извещение рассылается письмом по почте, вручается физическому лицу лично под роспись, может быть отправлено через личный кабинет плательщика физического лица, а также на его электронный адрес. В случае, если по некоторым причинам данное извещение физлицу не получила, или для уточнения какой-либо интересующей информации, физлица могут обратиться в налоговые органы по месту нахождения объекта за получением более подробного разъяснения. Кому необходимо платить налог, каждый знает точно, поэтому кто имеет право на льготы – это второй нюанс. Пенсионеры по возрасту, многодетные семьи, военнослужащие, срочники и проходящие альтернативную службу, инвалиды первой и второй группы при отсутствии регистрации по их месту жительства трудоспособных лиц. Третий нюанс – способы оплаты. Посмотреть можно начисленные суммы налогов физическим лицам самостоятельно через платежную систему ЕРИП. Также можно оплатить налог на землю и налог на недвижимость через данную систему ЕРИП, через интернет-банкинг, а также в любых отделениях почтовой связи или отделениях банка. Извещение на уплату налога на недвижимость и налога на землю содержит данные о физическом лице, о месте нахождения объекта недвижимости или земельного налога, его учетный номер, сумма отдельно с разбивкой по платежам по земле и по недвижимости, а также расчет этих налогов. В этом извещении также указан код ЕРИП. Четвертый нюанс – суммы налогов, поступившие в бюджет, позволяют государству обеспечить своевременное финансирование расходов на социальную сферу, расходам на благоустройство, охрану природы и многое другое, поэтому досрочная их уплата позволит ускорить реализацию намеченных планов. И пятый нюанс – за несвоевременную уплату имущественных налогов начисляется пение, а также предусмотрена административная ответственность. Так что следует принять во внимание все пять вышеперечисленных нюансов и заплатить налог.